Отче, как нам узнать волю Божию о жизни? Как выбрать работу, жениться или не жениться? Господь Сам открывает нам путь, открывает нам Свою святую волю. Она открывается нам и через родителей. Если мы будем слушать родителей, все будет хорошо и благословенно, а если идем против них, ничего не будет. Даже если вначале как-то и пойдет дело, то потом все будет наоборот. Брак – это не какая-то легкая, сладкая жизнь, а еще какая горькая. Только потом увидишь, что ты связан, еще как связан и должен тянуть повозку. Дети требуют, хочешь не хочешь, должен о многих думать, не только о себе. В жизни существуют только два пути – монашество и брак, или есть еще другой путь. Как я могу узнать, какой из них мой? Монашество может принять не каждый. Да, монашеская жизнь трудна. Жизнь на земле вообще нелегка, в каких бы благоприятных условиях мы ни оказались. Одним из тех, кто жил, как хотел, как его сердце того желало, был царь Соломон, сын царя Давида. Он правил сорок лет, не воевал ни с кем, и Господь наградил его мудростью. Он воздвиг храмы Иерусалимские. Со всех сторон света прибывали люди, чтобы послушать его. Он говорил, что чего бы ни возжелало его сердце, все исполнялось. Он желал прекрасных виноградников и насадил их. Дворцы были. Его войско было лучшим, но он ни с кем не воевал. Я был царем над Израилем в Иерусалиме. И предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом. Это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем. Видел я все дела, какие делаются под солнцем. И вот все суета и томление духа. Вот я возвеличился и приобрел мудрости больше всех, которые были прежде меня над Иерусалимом. И сердце мое видело много мудрости и знаний. И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость. Узнал, что и это томление духа. Нет утешения. Все временно. Вот видите, что говорит премудрый Соломон. Мудрый человек. Значит, можешь иметь все, что угодно, быть кем угодно, все напрасно. Все кратки, как будто и не было вовсе. А ты думал, что познал всю мудрость мира, горячая голова. Если б только человек мог увидеть себя со стороны, чваниться, как индюк, а все напрасно. Да, кто на этой земле был или будет универсальным знатоком всего и вся? Никто. Каждый действует в своем направлении. Что-то улучшает, что-то создает. И все вместе мы одно целое. Люди обожествляют философов, ученых, цитируют их слова. Все забыли, что Господь обещал нашим праотцам послать Избавителя и вернуть нас в исконное состояние. Никто не знал, что это будет Сам Господь, ибо только Тот, Кто нас сотворил, может это сделать. Кто же еще? И Он пришел, и не приняли Его. Вот мы крестились в Господа Иисуса Христа. Мы христиане по форме, а не так, как Господь хочет. Нет в нас ничего хорошего, если зло думаем, гневаемся, презираем ближнего. Все мы читали и ничего не поняли. Кто из философов или ученых мог сказать о себе «Я есмь путь истины и жизнь»? Никто не мог. Или «Я есмь хлеб жизни, верующий в Меня, имеет жизнь вечную». Но люди недалеки, мало понимают, мало знают. Ложь им ближе истины. Скажите нам в заключение, есть ли для нас, падших и больных, какое-то лекарство? А как же, конечно, есть. Слушайтесь, смиряйтесь и слушайтесь. Кто кроток и смирен, тот и послушен. А как только начнешь своевольничать, сразу заметишь, как враг строит препятствия. Не идет дело. Батюшка, мои родители разведены. Веря, меня научила мама, а отец против Бога. Как мне быть? Понимаешь, живут ли твои родители в согласии или нет, не твое дело об этом думать. Ссорятся они или нет, хорошие или плохие, для тебя они должны быть святыней, ради твоего же блага, твоего добра. Да, даже мысленно мы не смеем оскорблять родителей. А как они ведут себя по отношению к нам, за это они сами будут отвечать. Есть ужасные родители, которые мучают своих детей. Я знаю двух братьев, у которых была очень добрая мать. Она учила их почитать отца, который был к ним жесток, чтобы на них почивало благословение Божие. Сейчас они работают в Элл и никому не позволяют говорить о своем отце плохо. Говорят, это наш отец, и он для нас святыня, и никто не смеет его поносить. Трудные времена они пережили, отец не имел к ним никакой милости. Но Господь это видел и благословил их. Они полны жизни и благодати. Благодарят Бога, потому что Господь благоволил привести их в этот мир с участием родителей. А какие у нас родители, за это они сами будут отвечать перед Богом. Не мы за это в ответе. Мы ответим за то, как мы к ним относились, как уважали. Духовная ситуация на земле очень тяжела, потому что дети с малых лет сопротивляются родителям. И вот мы страдаем от того, что никто не почитает родителей. На всей планете ситуация одинакова. Помыслы нам внушаются со всех сторон. Мы живем как бы среди мысленных радиоволн. Если бы мы могли их физически видеть, мы бы поняли, какая это опасная сеть. Каждый из нас носит в себе радиоприемник. Но человек – приемник намного точнее любой радиостанции и телевизора. Только его функции умственные повреждены. Как совершенен человек, как возвышен. Но он не умеет этого ценить, не умеет подключиться к источнику жизни, чтобы чувствовать радость жизни. А враг постоянно внушает ему разные помыслы. Преподобному Антонию Господь дал видеть мысленные сети, которые нас окружают. И, увидев их, святой вздохнул. «Господи, кто может спастись от этого?» И услышал голос. «Только смиренные и кроткие». Эти сети не достигают их. Смиренные и кроткие причастны только миру и тишине. Как влияет на нас современная загрязненная окружающая среда? Вот сейчас говорят, что наша Сербия особенно страдает, очень страдает. Говорят, что в ней радиационное загрязнение наиболее сильно. В Сербии самая сильная радиация. Мы не больны, но нет в нас бодрости. Все нам не так. Люди здоровы, но что-то с ними не так, а что не понимают. Пьют лекарства, а им еще хуже. И пока у нас есть еще немного чистого воздуха, необходимо этим пользоваться. Но и воздух уже значительно загрязнен. Все вокруг загрязнено. Особенно это важно для нас, когда мы занимаемся умственным трудом. Тогда нам необходимо глубокое дыхание. Потому что на умственный труд мозг тратит огромное количество кислорода. Когда мозгу не хватает кислорода, мы не можем вникнуть в работу. Что-то не получается, а мы не понимаем, что. Нет кислорода, недостаточно питания для мозга. Чем нам питаться? Вот видите, сейчас мы пищу едим отравленную. Все отравлено. На рынке нельзя купить здоровой пищи. Выглядит красиво, а покупать нельзя. В конце прошлого века один старец сказал, придет время, когда люди будут производить много сельскохозяйственных продуктов, но не смогут их есть. Вот и наступило это время. Пища отравлена, пища телесная и духовная. Отравлены дети, отравлены старики. Люди думают, жить здесь вечно. А вот ведь коротка жизнь. Люди, что есть жизнь? Ничто. Она так коротка, что и представить трудно. В юности человек этого не замечает. Я часто думаю, как мы убоги на земле, если не можем прожить и четырех миллиардов секунд, а они составляют жизнь длиной сто двадцать лет. Сто лет три миллиарда секунд. Что такое сто лет? Ничего. Миг. Краткий миг. Мы живем в вечности. Мы измеряем время благодаря вращению земли вокруг своей оси и вокруг солнца. Если бы солнце остановилось в зените, мы бы не смогли мерить время. Мы бы жили в вечности. Царил бы нескончаемый день и мы бы не знали, с чего начать. Когда мы не измеряем время, видим, что времени как бы не существует. Оно существует только у нас, ограниченных земным пространством. Мы отравили землю. Многое нам открыто, но мы всем злоупотребили. Просто очевидно, что мы сами создали условия для невозможности продолжения жизни на земле. Из-за загрязнения мы отравили все. Врагом номер один являются выхлопные газы из автомобилей, а потом все остальное. Каждая фабрика выбрасывает огромное количество ядов. То же самое и в сельском хозяйстве. Отравленную воду пьет Белград. Один инженер рассказывал, мы хлорируем воду, но этим отравляем ее еще больше. В этом нет смысла. Бактерии и бациллы устранить нетрудно, а яд невозможно. Фильтруй сколько хочешь, чисти, кипяти, делай что хочешь. Яд, всюду яд. А как только исчезает чистая вода, угасает жизнь. Организм человека состоит из воды на 70%. И деревья гибнут. Много видов деревьев исчезло. Вязы погибли. В окрестностях сохнут хвойные леса. Горные источники отравлены радиацией. Ядовитые дожди травят землю. Отравлены мы. А людям, им все мало. Все им мало. Это началось сразу же после грехопадения. Сразу же пролилась кровь. Каин убил своего брата Авеля только из зависти за то, что жертва Авеля была принята, а его Каина нет. Тогда все началось и по сей день нет мира. Все чего-то ищут, как будто они здесь на земле вечные. Но все напрасно. Все напрасно. Похоже, что конец близок. Заводы с такой скоростью отравляют окружающую среду, что долго прожить будет невозможно. Возьмем пример с птиц. Слава Богу, еще есть птицы. Хотя многие виды уже исчезли. Все больше уничтожается и гаснет жизнь. Это не тайна. Еще десяток лет назад, как только выпадет снег, белый, пушистый и выглянет луна, собирались зайцы целыми стаями. Скачут, прыгают, бегают на перегонки, кувыркаются в снегу, играют, радуются. Радости жизни. Животные чувствуют радость жизни, а мы им эту радость разрушаем и омрачаем. Они чувствуют радость жизни, а у нас всего вдоволь, но нам всегда чего-то не хватает. Они не заботятся о накоплениях, не набивают амбары хлебом, ничего нет у них, а Господь их кормит. Немного веточек погрызут, найдут убежище, спят и благодарны Богу, а мы нет. Птицы постоянно славят Господа, с ранней зари, с трех утра до девяти вечера, поют, не переставая. В девять угомонятся немного и летят на поиски пищи, накормить птенцов, а потом снова поют. Никто их не заставляет, а они поют. Слушает ли их кто-нибудь или не слушает, они поют. А мы, хмурые, носы повесили, нам не до песен, нам не до чего. Надо нам брать пример с птиц, они всегда радуются, а мы? Нам всегда что-то не так, а что не так? Ничто нам не мешает радоваться, правда ведь? Человек злоупотребляет всем, что открывает Господь. Человек злоупотребляет всем, что открывает ему Господь. И в этом злоупотреблении причина того, что производится такое количество отравляющих веществ. Не прекращаются эксперименты с ядерной энергией, а она распространяет огромную радиацию. Весь земной шар отравлен радиацией, но никто не смеет об этом говорить, чтобы в мире не возникла паника. Сами видите, мы как будто здоровы, никаких болезней нет, но как-то недомогаем. То сонливость, то усталость. Это все от действия радиации. В прошлом году, в 96-м, у меня случился инфаркт, и мне посоветовали один санаторий недалеко от болгарской границы. Я поехал туда. Ночевали мы в монастыре святого Иоанна Богослова. А я и забыл, что там, с другой стороны границы, несколько лет назад взорвался атомный реактор на болгарской атомной станции. Вскоре я почувствовал, что мне что-то сжимает горло. Смотрю, воздух чистый, вода хорошая, вкусная. Правда, я не мог есть пищу, которую там готовили, в основном мясо. Но одна добрая бабушка, благотворительница монастыря, которая жила недалеко от санаторного корпуса, решила готовить для меня постную пищу. Каждый день приносила она мне обед и однажды спрашивает, любишь ли ты кислое молоко. Я ответил, что люблю, и она обещала взять у местного крестьянина молока и принести мне завтра. Принесла она молока, я попробовал две ложки и снова мне сжало горло. Там местные стада пасутся в местах радиации, часто ветром приносят загрязненную радиацией пыль. А моя добрая бабушка выпила молоко и оказалась в больнице. Пошел я на следующий день ее проведать. Она сказала, что выпила все молоко и ей стало плохо. Говорит, не знала, что такая сильная радиация в тех местах. Вот видите как. О молодом поколении. Наша молодежь и не только наша, но и во всем мире повреждена. Особенно дети интеллигенции, у которой больше времени заниматься детьми и баловать их. Родители удовлетворяют все желания детей, и те уже не знают, чего хотят. Все у них есть, все попробовали, и от пресыщения часто становятся сатанистами, открыто служат сатане люди. Многие кончают жизнь самоубийством. Страшно, как же нам надеяться на лучшее будущее. Не только у тех, кто не знает веры, но и у верующих нет покаяния, даже у тех, кто с детства воспитан в церкви. Господь исповедует через священника. Человек во многом переходит меру, и нет ему потом покоя. Идет он к другу пожаловаться. Пожалуется и немного станет легче на душе. Но нужно прийти к священнику. Священник имеет благодать Божию помочь тебе. По сути, исповедует сам Господь. Господь служит литургию. Господь всем управляет, Он причащает. Он делает это через нас, священников. Но немногие задумываются об этом. Дьявол воюет против епископов и священников. Враг старается победить священников и епископов. После этого ему будет легко соблазнить всех остальных. На что нам надеяться? Старшие знают, каким наш народ был до войны и каким он стал сейчас после войны. Огромная разница. И раньше во всех городах и селах устраивались танцы, и молодежь собиралась повеселиться, но танцы начинались сразу после обеда и заканчивались на закате солнца. А сейчас молодежь идет на прогулку в 10-11 часов вечера, и ночь для них день, а день ночь. Вот какие времена пришли, на что доброе нам надеяться. О лже-пророках. Я знаю, как важна любовь к ближнему, однако меня интересует, что вы думаете об отношении православия к другим конфессиям и сектам, которых множество в Белграде, таким, как, например, адвентисты. Приближается время, когда Земля завершит свое существование. Все они, о ком ты говоришь, должны были прийти. Это лже-пророки и лже-мессии, о которых говорил сам Господь и апостолы. Мы, как Церковь, упустили время между Первой и Второй мировыми войнами. Мы не приняли православного богомольческого движения, которое начало развиваться сразу после Первой мировой войны. Богомольцы существовали и раньше, но таким массовым это движение стало благодаря нашим солдатам, которые воевали на Солунском фронте. На их долю выпало много страданий, и они вместе молились Богу о том, чтобы Он сохранил им жизнь, чтобы вернуться на родину в Сербию к своим семьям, увидеть родных, детей. И поэтому, вернувшись домой, воины благодарили Господа за новую жизнь и воспитывали своих детей так, как когда-то ему обещали. Страдание и чистота веры. Скажите, правда ли, что чем сильнее добро, тем ожесточеннее зло, которое борется с ним? Коммунизм пришел в православные страны именно потому, что православие сохранило чистоту христовой веры? Да, но Россия должна была много страдать. Но православие было сильным в древолюционной России? Да, но не таким, как теперь. На Святой горе в монастыре Святого Пантелеимона и в скитах было в те времена несколько тысяч русских монахов. Один из них особенно молился и горевал о России. И Господь явился ему и сказал, «Неужели ты больше меня жалеешь русский народ? Я его создал и все дал, и когда у него всего было в достатке, немногие ходили в Святой Храм, а вот теперь приходят тысячами». Слава Богу, сегодня благочестие русского народа более истинное благочестие. В мире воцарился дух наживы. В мире, особенно на Западе, да и у нас, повсюду воцарился дух материализма, так скажем, наживы. Человека больше ничто не волнует, он больше не почитает ни отца, ни мать, ни брата, ни сестру, только свою прибыль и собственные интересы. Ради них убьет и мать, и отца, вот что делается. Всякое дело надо делать ради Бога. Если мы Господу работаем, тогда мы трудимся от всего сердца и не скажем, не буду работать на того бездельника, который получает больше меня. А если работаем ради человека, то не отдаемся работе полностью, но с прохладцей работаем. А Господь сказал, ой, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, то извергну тебя из уст моих. Будь или холоден, или горяч. Мысли и болезни. Не обращай внимания на то, что тебе говорят, когда обижают. Ты молись Богу, чтобы Он каждому дал благого ангела, а тебе душевный покой. И когда со всеми примиришься, всем пожелаешь добра, тебя ничего не будет мучить. А так мы сами себя поедаем и разрушаем психически и физически и заболеваем и все потому, что не справились с плохими мыслями, а потом намного труднее приходить в себя. Ранимые души очень страдают. Как мы можем помочь тяжелобольному человеку, который каждый день желает смерти? Больше всего может помочь его супруга? А если речь идет об одинокой женщине? Хорошо, тогда те, кто рядом с ней, родственники, друзья. Каким образом? У нее ранимая душа, а такие больше всего страдают. И я также страдал, но постепенно научился мысленно расслабляться. Ей нужно много внимания, любви, чтобы она душевно успокоилась, чтобы вышла из депрессии, почувствовала желание к жизни. Нужно выводить ее на свежий воздух, недостаток кислорода очень вреден. Я тоже раньше этого не знал, а от недостатка кислорода в мозге мы теряем желание к жизни, к работе, ко всему. Энн написал обо мне книгу и поместил на первую страницу мою фотографию, хотя я просил его не делать этого. Из-за той книги получилось, что я гадатель, и люди приходят ко мне, чтобы узнать свою судьбу. Первый раз он пришел зимой в рождественский пост, холодно было. Рабочий день, никого нет. Смотрю, к церкви подходит человек, голова опущена, из глаз катятся слезы. Спрашиваю его, что с тобой, дорогой, что у тебя за беда? Он говорит, у меня два сына, старший учится в медицинском институте, но вот уже два года не ходит на лекции, сидит ни с кем не разговаривает, никуда не ходит, ничего не читает. Я несколько раз хотел отвезти его к психиатру, но боюсь, что это ему еще больше навредит. Не знаю, что мне делать. Хочу привести его сюда, чтобы вы с ним поговорили. Спрашиваю, был ли он хорошим студентом? Да, говорит, был отличником. У него нервное истощение, медицина не каждому под силу, особенно анатомическая практика. Должно быть, его и это мучает. Тут нужны крепкие нервы, а у него чувствительная душа, он надорвался. Послушайте и передайте ему. Пусть он каждый день ходит на овалу и ни с кем не общается. Овала возвышенность в Белграде. Пусть бегает там, потому что при беге человек волей-неволей должен глубоко дышать и получать больше кислорода. И пусть упражняется в глубоком дыхании. Он послушает тебя. После дня святого Саввы я приехал в Белград навестить брата, позвонил и тому человеку. Мы договорились встретиться в храме святого Георгия на Бановом холме. На следующее утро мы увиделись. Я спросил, что с его сыном, и он ответил, как рукой снял. Вот что значит недостаток кислорода. «Отец Фадей, к вам приходит много людей с проблемами, которые обращались и к психологам, и к психиатрам. Вы имели возможность соприкоснуться с работой психологов, и психиатров. Как вы считаете, в чем они неправы? Психиатры постоянно сталкиваются, так скажем, с неуравновешенными людьми. Это отражается и на их собственном состоянии. Они очень перегружены. Если бы они общались со спокойными людьми, было бы иначе. Был такой случай с отцом Энн, он многое мне рассказывал. Энн был в очень плохих отношениях с наместником монастыря. Тот был безнравственным человеком, постоянно приглашал певицу с Белграда. Однажды Энн не выдержал всего, что творилось, и улегся на пороге трапезной. Все об него спотыкались, видели, а наместник отправил его в психиатрическую лечебницу. Хорошо думает, ради Бога. Но когда туда попал, смотрит, люди мои, все вокруг бредят, и он начал бредить. Вызволил его оттуда один знакомый монах из студеницы. Он пришел и поручился за него, иначе бы и тот стал больным. Смиренный каждого считает лучше себя. Как нужно молиться? Слова молитвы нужно произносить с верой, чтобы Господь смотрел и слышал. А когда во время молитвы в сердце что-то поднимется, поймайте это и стойте в этом. Как вы научились молитве? Я был слабым и физически неразвитым ребенком. Недалеко от нашего дома росло большое дерево. Я часто уходил туда и там просил Бога сделать так, чтобы и я когда-то был для чего-то нужен. Когда я увидел, что и родители, и родственники, и друзья не приносят мне ничего, кроме ран, обит и боли, я решил больше не жить для этого мира, но посвятить последние дни своей короткой жизни Богу. Я понял, что у меня нет никого на свете, кроме Господа. О мире души. Что самое главное для духовной жизни? Самое важное, я думаю, хранение мира в сердце. Любой ценой не допускайте в сердце тревогу. В нем должны царить мир, безмолвие, тишина. Мысленный хаос – это состояние падших духов. Наш ум должен быть собран, внимателен, сосредоточен. Только в такой ум может вселиться Бог. Внутренняя молитва. Как вы научились умно-сердечной молитве? Я был совсем молодым послушником, когда начал упражняться в молитве. Отец Амвросий мне сказал, «Что бы ты ни делал, постоянно повторяй в себе, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня». Я был отроком и послушался его всем сердцем. Каждый день я исповедовался духовнику в том, что происходит в моей душе, а он мне советовал, что делать. Спустя некоторое время я почувствовал, что молитва входит в меня вместе с воздухом, которым дышу, и постепенно молитва сама стала совершаться в сердце. Но позже, когда мой духовник умер, многие годы я провел в тяжелых страданиях. Скорбь раздирала душу. Я боялся, что старшие будут всегда мной недовольны и никогда не мог расслабиться. Что вы тогда делали? Когда как? Чаще всего брал гармонику, уходил подальше и играл. Я всегда любил музыку, и она приносила мне утешение. Иногда я спрашивал себя, что ты хочешь? Ты что, голоден, голый, босс, болен? Все тебе Господь дал, что тебе еще нужно? Но все-таки душа плакала и ждала утешения, но не было никого, кто бы мог утешить. Я ездил к разным духовникам, просил совета, но ничего не помогало. Так продолжалось, пока я не прочел путь ко спасению Феофана Вышенского, и Господь помог. Когда нет человека, который бы утешил нас, тогда Господь придет и через книгу и обрадует душу. Стояние перед Господом Наряду с хранением мира в сердце упражняйтесь в стоянии перед Господом. Это значит, нужно постоянно держать в уме, что Господь на нас смотрит. С Ним мы должны вставать и ложиться, работать, есть и ходить. Господь повсюду и во всем. Из беседки, в которой мы сидели, открывался чудесный вид на поля и горы. Старец, подняв руку, показал в ту сторону. Господь – сила, которая движет жизнью всякого творения, устраивает порядок во вселенной, обо всем промышляет и пребывает в сердце человеческом. Царь славы пребывает в каждом творении и в детях своих. О Богообщении Человек внутри себя обретет Царство Божие. «Сойди в свое сердце и найдешь в нем лестницу для восхождения в Царство Божие», советует преподобный Исаак Сирин. Священное Писание учит нас, что Царство Божие – праведность и мир и радость во Святом Духе. Первый шаг к Богообщению предать себя полностью в руки Божьей. И тогда действует Бог. Богообщение означает то, что Господь вселяется в нас, действует в нас, наш Дух облекается в Него, Он управляет нашим разумом, волей и чувствами. Тогда мы становимся добровольным орудием в Его руках, движимые им в мыслях, желаниях, чувствах, словах и делах. Как человеку, который достиг высокой степени духовности, уберечься от гордости? Это не так сложно. Богообщение – нормальное состояние Духа. Человек создан для такой жизни. Но грех отдалил человека от нее. Мы лишь стараемся прийти в нормальное, здоровое состояние Духа. Созерцание Когда Царство Божие вселяется в сердце человека, тогда Бог открывает ему многие тайны. Он вместе с Богом входит в суть вещей и познает их тайну. У Бога все знания, и когда Господь захочет, по милости своей открывает их человеку. Так простой неграмотный монах милостью Божией познает великие тайны, о жизни и смерти, о рае и аде, познает, как устроен этот мир. Когда Царство Божие вселится в сердце человека, Господь как будто срывает с разума завесу неведения. Человек начинает понимать не только тайну творения, но и тайну собственного бытия, а в какой-то момент Бог по неизреченной милости своей откроет ему из себя самого, и человек будет созерцать царя славы, как смотрит на солнце в прозрачной воде. Тогда его душа соединяется с Богом, и Бог действует в ней. Такой человек только телом живет на земле, а духом в Царстве Небесном, с ангелами и святыми, и созерцает Господа. Строгость к ближним опасна. Строгие растут духовно до определенной степени, а потом останавливаются только на телесном подвиге. В обхождении с людьми надо быть мягким, кротким и снисходительным. Об атмосфере неба и атмосфере ада. Человек, который стяжал Царство Божие, излучает святые мысли, Божьи мысли. Роль христианина в мире заключается в очищении мироздания от зла и распространении Царства Божия. Мир сей надо завоевывать хранением неба в собственной душе, потому что если мы утратим в себе Царство Божие, мы не поможем другим и не спасемся сами. Тот, кто носит в себе Царство Божие, незаметно переносит его на других. Людей привлекает наше тепло, наш покой, и, желая быть рядом с нами, они будут впитывать атмосферу неба. И вовсе не обязательно говорить об этом. Небо будет сиять в нас, даже когда мы молчим или когда говорим о самых обычных вещах. Оно светится в нас, даже если мы и не осознаем этого. Человек, думающий, что он все знает, строптив, а строптивого человека никто не может воспитать. Никто не может иметь несколько духовников, духовник может быть только один, и его мы во всем слушаемся. В непослушного Царство Небесное не вселится, потому что он всегда будет стремиться к исполнению своей, а не Божией, воли. В Царстве Небесном исключена возможность царства в Царстве. Этого хотели падшие духи и потому отпали от Господа Царя Славы. Вот катится наша планета к своему концу. Все, что доныне происходило, а особенно все, что происходит сейчас, проходит невероятно быстро. Царство Небесное, рай, так же, как и ад, это состояние души. Мы то в аду, то в раю. Когда мы в плохом настроении, это ад. Нет нам ни покоя, ни мира, а когда в нашем сердце радость, мы чувствуем себя в раю. Поэтому мы непрестанно должны трудиться над молитвой. Немного на земле тех, кто получает бесплатную благодать. Душа, попавшая в круг сумбурных мыслей, испытывает адские мучения. Например, мы листаем газеты или идем по улицам города, и после этого вдруг ощущаем, что внутри нас, в нашей душе, что-то нарушилось, чувствуем пустоту, печаль. Это происходит потому, что при чтении о разных предметах мы потеряли собранность ума, он стал рассеянным, и в него проникла атмосфера ада. Проповедовать нужно не от ума, а от сердца. Только то, что исходит от сердца, может тронуть другое сердце. Нельзя ни на кого нападать, никому противиться. Когда проповедник хочет уберечь и отвратить людей от зла, он должен это сделать со смирением, кротостью и великим страхом Божиим. Каким должен быть смиренный человек? Смиренный считает всякого человека лучше себя, и не только человека, но и всякую тварь. Как мы можем считать лучше себя всякую тварь, если Господь только людей увенчал разумом и назвал сынами своими? Если вы будете искренни с собой, то увидите, что вы ниже многих творений. Посмотрите на пчелу, как она усердна, как трудится, беспощадно отдает себя, полностью. Пчела живет только месяц с половиной и часто погибает, работая на лугу, не успев вернуться в улей. А муравей? Ему не надоедает постоянно таскать что-то, а если его груз упадет, он его поднимает и с таким же терпением продолжает трудиться. А как человек жалеет себя? Как только возникнет препятствие в работе, тут же бросает начатое дело. Во время беседы одна бабушка спросила отца Фадея, что ей делать, чтобы ее внуки были благочестивыми и верующими. Всегда будь кроткой, доброй, никогда не сердись, будь всем довольна, слушайся, тогда и тебя будут слушаться. Может быть, внуки не сразу станут набожными, но позже, когда вспомнят свою бабушку, это воспоминание сделает их лучше. Святые отцы говорят, что вершина христианской жизни не в совершении чудес, исцелении больных или воскрешении мертвых, а в полном смирении. Человек венец божественного творения. Люди думают о себе, что они нечто, но человек сам по себе ничто. Владыка Николай говорит, что есть человек, мешок смрадного мяса и больше ничего. Ничего. Горячая голова, он и не догадывается, что он рупор, оружие в руках падших духов. Владыка Николай, имеется в виду святитель Николай Велимирович, епископ Охрецкий и Жичский, видный богослов и мыслитель, религиозный писатель, почетный доктор нескольких мировых университетов, просветитель сербского народа, прославлен в лике святых. Господь делает с нами что хочет, но он дал нам поле деятельности, где мы должны думать и выбирать, чего мы хотим, добра или зла. Некоторые ангелы пали еще до сотворения человека, намного раньше сотворения. Не все ангелы сохранили свое достоинство. Человек создан в конце творения, он создан последним, создан быть господином материального мира, чтобы все было ему подвластно. Материальный мир, космос, не был прежде в таком состоянии, он позже стал грубым и тленным, но, несмотря на это, мир обладает своей красотой. Наши прародители были бессмертными, независимыми от пространства и времени, так как мы зависимы от них. После грехопадения все расстроилось. Господь, который весь любовь, знал, что разумные существа не смогут сохранить своего первозданного состояния, и дал время от сотворения до страшного суда, дал им время, чтобы опомнились, вернулись в объятия к своему родителю, соединились с абсолютным добром, абсолютной любовью. Но вот людям зло полюбилось больше добра. Падшая природа, им легче думать о зле, чем о добре, но нет человеку от злых помыслов ни мира, ни покоя. Как велико наше падение, удивительно, страшно. Мы не можем опомниться, не можем ничего для себя сделать, мы даже не отдаем себе отчета, насколько нас терроризируют умные силы, падшие духи. Нам кажется, что это наши мысли. Нас мучит зависть, злоба, ненависть. Это тирания из тирании. Душа не хочет этого, а освободиться не может. От малых ногтей она к этому привыкла. Зло пускает глубокие корни в душе, и необходимо их выдернуть из нее. Необходимо превратиться в любовь, быть мирным и спокойным, но нелегко это. Видите, как страшно падение человека. Человек не может без помощи Божией. Самонадеянный человек думает, что он что-то знает, а на самом деле все вокруг тайна Божия. Повсюду мы окружены тайнами, мы сами для себя великая тайна. Мы не знаем себя, откуда мы пришли, куда идем, что это за существо, которое мысли движется и говорит о том, что знает, создает что-то, а как знает, как создает, не знает. Что за тайна живет в нем? Как его внутренние органы так совершенно работают без его воли? А он своими помыслами только все разрушает? Являются ли болезни причиной греха? Причина болезней в мысленном падении, болезнь от мысли. Обычно всем нам приходят и хорошие и плохие мысли. Каковы мысли, такова и жизнь. Дух питается мыслями, как тело телесной пищи. Существуют наши собственные мысли и мысли, которые внушаются нам извне. внуши. Продолжение следует...